Так, 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 у нас уже 280 тысяч, надо еще 7 тысяч, и давай, 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 собирайся, денежка, и тут надо насобирать, блин, и бум, да, наконец-то, во, вот теперь уже будет другой разговор с этими замегадами. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Константин Кулинк, это канал KK Gaming, и мы с вами сегодня продолжаем играть в БТД6, друзья, и сегодня у нас с вами третья часть нашего ролика про суперобезьян, про самую сильную, самую мощную и непобедимую башенку в данной игре, друзья. И этот видос посвящен нашему любимому непобедимому легенде о ночи, или же темному мастеру, темному чемпиону, темному рыцарю, короче, третьей прокачки суперобезьяны, которая сделана и была вдохновлена Бэтменом. Вот, вся эта третья прокачка, она создана на основе, ну, всей, скажем так, истории о Бэтмене. На принципе, достаточно глубокая такая история, ну, длинная. Оказывается, Бэтмен был не один, ну, это из американских комиксов он все произошел, их-то Бэтменов было много, все такое, и там я не буду сильно вдаваться в подробности, Но, Бэтмен это одна из самых популярных тем среди комиксов, и поэтому, я думаю, они выбрали его. Потому что, как Супермен против Бэтмен, тем, против Бэтмена, знаете, фильм, вот они так и сделали. Такс, и сегодня мы играем в коопе, друзья, мы играем со всеми игроками, ну, не со всеми игроками, а все игроки у нас, это игроки из основного состава. Так, 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 ждем других игроков. Бам-бам-бам, куда же мне поставить это все дело? Кто у нас на фермах? Вот это загадка. Так, так, так. Хорошо, у нас на фермах Зоксин, то есть топ-нуб. Отлично. Мне нужно больше денежек, чтобы я мог втыкнуть Бэна. Хорошо, и теперь мы опасному кидаем еще денег. И понеслась, стартуем. Этот режим как бы не лопнут, друзья, и я не зря выбрал данный режим, потому что, если с нашими робо-обезьянами и технологическими террорами будет еще тяжковато пройти этот режим, ну, потому что не так легко, да и карта у нас была тогда непростая. То с темными мастерами и все такое их пройти вообще не сложно. И опять же, потому что мы сейчас не играем в очередущихся раундах. Мы с вами в состоянии зажадничать и хорошо это все дело провернуть. Так, так, так. Мы сейчас даем денежек на второго Бэна. И теперь пришло время обинов. Мы скидываем денежки, пусть будет вот сюда. Он должен накопить. Обин будет стоить 700 баксов на как бы не лопнуть. И мы скидываем на нубику денежек. Хорошо. И потом мы кидаем топ-нубу или же зоксину. Так, вот так. И теперь показываем, что мы дальше идем на фермочки. Хорошо, хорошо. Давайте, давайте. Еще чуть-чуть буквально ждем. У нас два Бэна, которые дают нам плюс 150 в конце каждого раунда. С рачником нужно, чтобы пасный передал денежки. Чтобы зоксин поставил себе своего обина. И, блин, у него места мало. То есть он много не втыкнет. Так, так, так. И теперь вот сюда. Хорошо, хорошо. Отлично. Зоксину скидываем денежек. И так вот, друзья. Почему я считаю, что этот третий тир суперобезьянки, он самый крутой? Потому что так и есть. То есть это самый универсальный. С этой точки зрения он самый крутой. Самый универсальный тир и линейка прокачки нашего прекрасного суперобезьяныша. Ничего нет круче, чем он. Так. И поэтому, друзья, давайте пройдемся по этой прокачке. Первый тир. Это шары отбрасываются. Ну, то есть отбрасывание, как у ниндзи. Теперь ультразрение. Это позволяет суперобезьяне пробивать все виды шариков. Вот. Позволяет бить дальше. И камуфляж. Точнее нет, это именно камуфляж. Вот теперь темный рыцарь. Его клинки наносят дополнительный урон Моабам. И теперь мастер темных клинков, он уже в состоянии пробивать все виды шариков. То есть этот товарищ лучше всего из среди четвертых тиров пробивает ДДТ, друзья. Вот. Я думаю, он пробивает лучше ДДТ, чем вот такой настоящий бог солнца без усилений. То есть чисто настоящий бог солнца он не может видеть ДДТ без усилений. Поэтому этот обезьяныш все еще его побеждает. И в этом вся суть. Так. Мы пока что хорошо держимся без больших проблем. У нас два обина. Они помогают все это дело законтрить. И мы можем жадничать, жадничать и жадничать. Так. Мы скидываем топ-нубу больше денежек. И нам главное сейчас... Я вот так вот сделаю хитро. Использую способность, потому что нам это для чипочки надо. И теперь мы с вами должны... Я думаю, сейчас мы уже начнем скоро. Так, так, так. Не зря я поставил шипы, потому что у нас есть камуфляж. Бум. А, отлично. Он особенно поставил свою способность. Хорошо. И я сейчас ставлю быстренько ниндзюшечку вот сюда. Хорошо, хорошо. Отлично. Теперь мы говорим ему больше ферм ставить. И я прокачиваю свою ниндзюшечку плавно. И к сороковому раунду у нас появится блунджицу. Тира 4.0.1. И дальше у нас будет с вами прекрасный алхимик. Тира 4.0.2 или 4.0.0. Посмотрим. Хорошо, хорошо. Мы сейчас отбиваемся. Зоксин должен продолжать прокачивать свои фермочки. Пока что, пока я не прошу у него денег, он должен их ставить больше. Отлично. А я ему не шлю деньги, потому что мне самому нужны деньги на оборону. И именно я защитник. То есть, если вы играете на защите, то вы не обязаны сразу же слать все деньги. Защитник шлет деньги фермеру или другим игрокам, только в случае, если у него они есть лишние и они ему не нужны. В данном случае нам нужны эти деньги. И мы с вами сейчас прокачиваем двойного выстрела. Все. Теперь мы можем пока что временно топ-нубу слать деньги. Так, так, так. Бум-бум-бум. Я запрашиваю, чтобы мне анубик скинул деньги. Топ-нубу нужно все бабки подкинуть. Так, так, так. Хорошо. Бум. Все. Мы все деньги перекачали через меня и на топ-нуба перекинули. Замечательно. Так. Хорошо. В идеале было бы, чтобы еще моя ниндзюшечка доставала до сюда, но ничего страшного. Я потом продам вот это. А, не потом, а уже сейчас продам этого дротика. И потом сюда поставлю еще одну ниндзюшечку, которая уже вот здесь будет доставать. Хорошо. Хорошо. Теперь с рачником нужно поставить еще один банк. И после этого мы уже начнем вкачиваться чисто в защиту, и все деньги пойдут мне. И я надеюсь, что мои сокоманники догадаются, что нужно будет их мне слать. Ну, вроде они опытные игроки, они все из нашего основного состава, но не всегда ты читаешь мысли другого игрока. Все. Вот теперь защита. Я говорю, что дирижабли, и теперь мне нужно слать больше денежек. Замечательно. Вот сюда поставлю первого своего алхимика. Замечательно. И мне теперь шлите денежек. Все идет по плану. Так, так, так. И мне нужно здесь прокачать нашу прекрасную блунджицечку. Бум, бум. О, мне прислали столько денег, это кайф. Он собрал первый доход. И теперь... Бум, бум. Я прокачал все, что мне нужно, и мы снова топ-нобу скидываем деньги на фермочке. Замечательно. Он весь мне первый свой доход скинул. Ну, ничего страшного. Мы немножечко перестраховались, так и надо. Так, у нас игра немножечко лагает. Топ-ноб немножечко тормозит. А-а-а, хорошо, хорошо. И у нас сильная защита. Эта защита продержится до 48-го раунда смело. И поэтому мы не переживаем. И вкачиваем больше, больше наших прекрасных фермочек. Хорошо. За которые у нас отвечает наш прекрасный Зоксин топ-ноб. Хорошо. Мы шлем ему больше денежек. Нам наши прекрасные... У нас все прекрасные друзья. И в команде, и с героями. Наши замечательные Бенджамины. Они шлют нам кучу денег в конце каждого раунда. И мы эти денежки перекидываем нашему фермеру топ-нобу. Хорошо, хорошо. Нам нет необходимости использовать способности. И Ниндюшечка спокойненько это все дело законтрит. Потому что она под алхимиком 4-го тира по 1-й линейке. Хорошо, хорошо. Бум. Что-то тормозит сейчас на нубик. И он уже должен был скинуть деньги топ-нобу. Хорошо, хорошо. И все равно не достает немножко Ниндюшечка вот досюда. А нет, достает. Смотрите. Если она под эффектом, то достает. А, так, так, так. Надо, чтобы продали эту дротику обезьянку потом. Потому что она нам не помогает вообще ни разу. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Я скидываю ему еще денег. Бам-бам. Два раза нажимаю на фермочку. Я не уверен, сможет ли он куда-нибудь поместить еще ферму на своей территории. Без понятия. Такс, такс, такс. Хорошо. Зачем они тут прокачали, я не понимаю. Это опасно. Зачем-то прокачал своего дротика. Мы и так хорошо сдерживаемся. Такс. Хорошо, хорошо. Бум-бум-бум. А Нубик что-то... А, он ему деньги перекидывает, чтобы тот ставил фермочки. Я понял. Ну, давайте напишем сейчас ему в Дискорде. Так, так, так. И если что, друзья, то мы подходим к суперобезьянам уже скоро. А... Ставь. Такс. Хорошо, хорошо. И теперь мы пересылаем деньги Анубику, потому что у Зоксина кончилось место на карте. Так. И теперь его задача это выстраивать как можно больше таких фермочек. А моя задача защищаться. Хорошо, хорошо. И теперь мне нужно накопить на еще одного ниндзюшика. Так, так, так. Хорошо, хорошо. И, как вы видите, из-за того, что мы играем четвером, нам необходима кооперация всех игроков. То есть, из-за того, что мы вот так вот имеем мало места... Так, блин, не лагай, Зоксин. Из-за того, что мало места, нам нужно вдвоем уже ставить. Два игрока будут отвечать за фермы. Понимаете, друзья? И это важно все просчитывать и понимать. Замечательно, замечательно. Так, так, так. Мне скинули деньжат. Отлично. Бум, 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 бум. Все, теперь мы до 60-го раунда пройдем. Вообще без проблем. Бум. Мне кажется, мы здесь все вместе будем уже строить эти фермочки скоро. Потому что очень мало места на карте. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Мы докидываем анубику деньжат. Сейчас опасно. Ему тоже подкинул денег. Вот сюда. Да, он может еще две фермочки втекнуть, насколько я помню. Хорошо, хорошо. Все идет по плану. Как мы и задумали. Замечательно. Так, все мы скидываем ему больше денег. Вот такой расклад, друзья, продержится спокойно до 60-го раунда. Как бы не лопнуть. Замечательно. Так, так, так. О, топ-нуб вместил фермочку. Хорошо. Мы ему деньги пересылаем. Замечательно, замечательно. И теперь мы переходим на 51-й раунд. Замечательно. Так. Он не забывает собирать доход. Здесь тоже доход еще не созрел. Хорошо. У нас 7 банков. Пока что нам тяжкое с экономикой. С фермономикой. Так. Нужно топ-нубу докинуть денежек. Ранний выход на легенду о ночи или темного мастера нам не светит. Потому что у нас тяжелая карта, друзья. Это самая тяжелая карта среди легких карт, друзья, по моему мнению. Так. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы скидываем сначала топ-нубу. Чтобы он достроил свой банк наконец-то. И потом я начну скидывать денежки уже нашему прекрасному Анубику. Хорошо. Чтобы он тоже улучшал свою фермочку. Бум-бум-бум. Они вдвоем фермерят. И это нам помогает. И скоро они уже будут слать мне деньги, когда они нам понадобятся. Потому что пока что нам деньги нафиг не нужны. И мы чисто, ну, тащим оборону без проблем. Итак, мы будем продолжать тащить аж до 61-го раунда. И потом мне понадобится 15 тысяч. Хорошо. Хорошо. И я сейчас буду уже плавненько выходить на первую деревню. Мне кажется, я кривовато ее поставил. Надо ее немножко левее. Во. Отлично. Бум-бум. Бум. Замечательно. Здесь мы ставим еще одну ниндзюшу. Хотя, смотрите, у меня ниндзюшечки с бустом Обина. Может быть, он поможет нам, не знаю, на 63-м раунде. Так, раз, два, три, раз. Я им говорю дальше фермерить. Так, так, так. Бум-бум-бум. Хорошо, сейчас Анубик прокачает свой банк. Давай-давай. Замечательно. Но у меня уже три ниндзюшечки с нашей прекрасной деревней. И я думаю, что этого должно быть достаточно. Вот. Такс-такс-такс, друзья. Мы с вами сейчас смотрим. В принципе, не так сложно все сейчас идет. Потому что у нас есть три ниндзюшечки. Это мы заранее немножечко подготовились. Потому что нам наши товарищи выслали денежек. Так, давайте посмотрим, сколько у них денег всего. У нас маловато денег. Сейчас напишу. Зоксин копит на банк пятого тира. Мне на 62-м раунде надо 15к. Все. Написал. Почему я так пишу, друзья? Потому что я как капитан команды. И на обороне. Обычно те, кто на обороне, им стоит координировать других игроков. Так, так, так. Но, опять же, нельзя здесь быть как быдло. Типа, что я главный и все. Это не так. Если вы так себя будете вести, то вас благополучно кикнут с нашего сервера. У нас на сервере быдло не задерживается. Мы все должны уважать друг друга и спокойненько все это дело проворачивать. Так, так, так. Отлично. У меня откуда-то появилось много денег. Они, видимо, собрали свои балансы. Так, так, так. И нам нужно теперь 129 тысяч. Сейчас Зоксин прокачает 1 четвертый тир. И потом нам нужно будет еще 120 тысяч. Потому что этот режим как бы не лопнуть. Вот. Этот банк у него станет обезьяномикой. И ему теперь нужно 120 тысяч. Все. А мы теперь спокойненько можем отбить 63 раунд. Благодаря тому, что у нас 4 Блунджитсу. И 2 Алхимика. Этого будет достаточно. Вы увидите. Бум-бум-бум. Да. Все, как я и говорю. Отлично. И мы скидываем топ-нобу дальше. У него почти половина денег есть. И, друзья, это того стоит. То, что мы сейчас так пояса немножечко затянем. И сможем вот таким образом накопить на банк этого тира. Поверьте мне, это крайне важно. И это нам поможет. И то, что у нас сейчас 4 ниндзюшечки. Этот оборона выдержит вплоть до 80 раунда. Поэтому мы успеем получить получку еще из этих банков и с этих банков. Ну, они тут почти вот так вот разделены. Я думаю, вы это уже понимаете. И благодаря этому мы с вами в состоянии уже очень много чего провернуть. И у нас будет доход плюс 12 тысяч каждый ход. И, скорее всего, мы с вами сможем уже поставить первую Легенду о ночи. А если нет... Ну, не Легенду о ночи, а Темного Мастера. Если мы не сможем поставить Темного Мастера, то я поставлю вот сюда. Шару Джитсу. Так, я хочу, чтобы Зоксин продал вот этого дротика. Надо ему написать. Так, кто-то затормозил игру. Зоксин, продай дротика в середине. Так, так, так. Хорошо, хорошо. О, отлично, он продал дротика. И теперь алхимик... Зачем продавать этого дротика? И зачем я своего продал? Потому что алхимики, они распыляются. Один алхимик может бесконечно, почти без перерыва, там буквально пару секунд, подпитывать только две башни. То есть, на четыре башни нам нужно два таких алхимика 4.02. А тут у нас уже пять башен. То есть, одна башня все время будет недопитана. Если у нас шесть башен, то еще больше будет кулдаун. И это нам вообще не помогает. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Топ-нуб копит. Мы почти накопили половину денег. Так, у него баланс нужно собрать. Такс. Надо ему написать. И что мы делаем? Правильно. Зоксин, собирай баланс. Бум. Хорошо, хорошо. Вот ему опасный намекает. Типа, готов баланс. Так, так, так. Бум, бум, бум. Надо тоже так сделать. Бум. И... Бум. Бум. И бум. Это значит, что баланс на фермах готов. Так, о, собрал. Отлично. Он, видимо, ждал пока все вместе. Так, так, так. И... Типа, рыдает, что ему не хватает денег. Так, так, так. Хорошо. И теперь мы скоро уже накопим... Буквально чуть-чуть осталось. Сейчас Анубик соберет свои деньги. Передаст их нашему Зоксину. Зоксину. И... Тем самым мы сможем купить банк 5-го тира. Давай, давай, давай. Бум, бум. Мы снова сделали. Типа, собрал, готов. Давай, перекидывай еще. Нужно Зоксину докинуть. Давайте. Еще чуть-чуть. Собери какую-то неготовую. Не важно. На банк 5-го тира можно собрать и 5000. Это очень хороший апгрейд, который помогает. Так, так, так. А, он сам сейчас дособрал себе. И сейчас прокачает банк 5-го тира. И... Мы докидываем все, что можем. Бум. Есть. 120 тысяч куплено. Отлично. 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 Сейчас я напишу. Анубик 2-й банк 5-го тира. И потом деньги мне. Все. Отлично. Я пишу такими короткими словами, потому что я записываю видео, друзья. Мне не очень удобно это все детально расписывать. Вот. Хорошо. 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 Я думаю, игроки и так понимают, что я не со зла и ничего такого не имею в виду плохого. Так, так, так. Хорошо. Хорошо. У нас 73-й раунд. Мы сдержим его на ура. Даже вообще не то, что без проблем, а легко. Замечательно. Теперь у нас с вами Анубик копит на банк 5-го тира. И это накопление будет гораздо быстрее, чем было, потому что вот этот банк 5-го тира, он уже принес 26 тысяч. Скоро, еще буквально пару минут, и он принесет намного больше, чем вот эти. Потому что тот банк приносит, благодаря способности, по 12 тысяч каждую минуту, друзья. Бум. И чуть-чуть ждем. Это заготовка под следующий банк 5-го тира, друзья. Хорошо, хорошо. И сейчас вы увидите. У топ-нуба скоро появится плюс 12 тысяч. Так резко вот из этого банка вылетит. И буквально еще чуть-чуть осталось. Я даже посмотрю. Вот, ждем. И вот, 12 тысяч из этого банка вылетело. Все, теперь этот банк ему принес больше всего денег. И этот отрыв от других банков будет только продлеваться и продлеваться. Замечательно. Мне кажется, немножечко Обин все-таки бустует. Ну, до 11-го уровня. На 11-м уровне он сделает этих ниндзюшек намного сильнее. А вот до 11-го уровня он не так сильно, но все еще бустует их. Замечательно. Замечательно. Мы это все дело без больших проблем отбиваем. И все идет по плану. Я скидываю свои денежки Анубику. И мы это все дело спокойненько контрим. Топ-нуб собрал еще 12 тысяч со своего банка 5-го тира. И у нас уже собрана половина суммы. Так, так, так. И здесь я прожму способность. Но, как вы видите, даже не было необходимым это все дело. Зачем он поставил вертолет? Так, так, так. Не надо ставить вертолет. Надо фирмочки ставить. Замечательно. Теперь... Ну, я думаю, мы сможем до 81-82-го раунда где-то в этом районе накопить все это дело. Так, так, так. Хорошо, хорошо. И теперь мы присылаем денежку нашему Анубику. Замечательно. И, как вы видите, эти БФБшечки и Моабы просто за секунду грохаются. Замечательно. Уже 82 тысячи. Еще буквально несколько раундов. И он накопит на банк 5-го тира, который, на как бы не лопнуть, стоит целых 120 тысяч баксов. Так, так, так. У него, значит, где-то здесь доход собрался или что? Нет. А что значит готов? Без понятия. Ну ладно, не суть. Хорошо. Мы отбили целую огромную волну керамики. Вообще без всяких проблем. И это замечательно, друзья. Хорошо, хорошо. Зачем он поставил еще вот этого дротика? Мне не очень понятно. Потому что, ну, нафиг он нужен. Если у нас, скажем так, я отвечаю за оборону, это опасное поясничает немножко. Так, так, так. Хорошо, хорошо. А здесь я просто по приколу всем прокачаю кальтропы, чтобы не вкидали и разбрасывали по всей карте, и была дополнительная защита. Замечательно, замечательно. Так, так, так. И мы почти собрали нужную сумму. Хорошо. Бум-бум-бум. Давайте прокачиваем второй банк 5-го тира. И надо просто собрать Анубику. Вообще, он будет когда смотреть этот видос, ему по факту нужно собрать просто с двоих банков прибыль, не обязательно со всех, или с одного. И уже все это дело прокачивать раньше, чем ждать до того, как появится эта возможность. Все, отлично. Даже на 79-м раунде прокачали. А теперь мне нужны деньги, друзья. Хорошо, хорошо. Здесь я качаю радар, обезьяннюю разведку. И после этого мы с вами накопим целую кучу бабла. Замечательно. Бум-бум-бум. Эту укрепленную бибишечку мы вообще без проблем отбили. Ровно как и укрепленные муабы. И теперь пошел за май гад. И он нам не будет преградой вообще ни на минуту. Так, так, так. Здесь. Хм. У меня есть идея. Я не уверен, что она получится, но попробовать стоит. Так, так. О, я думаю получится. Это будет такой эксперимент. Сейчас мы увеличили нашему супер-обезьянушу дальность очень сильно. И теперь я его вот сюда и на темного рыцаря прокачаю. Это, конечно, не самый сильный тир. Но он просто немножечко поможет. Из-за того, что у нас такая расстановка. Во, отлично. Он достает. И вообще вам нужно не дальность, а вот эти вот прокачивать тиры. Потому что это усиляет его значительно больше. Когда он плазменными такими штучками метает. Но даже так, в конкретной ситуации, где мы сейчас, это хорошее решение. Так, так, так. Запрашиваем больше денег. И теперь копим сначала на алхимика, а потом еще и на темного мастера. Так, бум. И теперь кислотное озеро. И потом ускоренный бросок. Бум-бум. Все, замечательно. А теперь наша задача накопить на темного мастера. Который стоит целых 72 тысячи в данном режиме. Хорошо, хорошо. И мы накопим достаточно быстро. Как вы видите, у данного четвертого, ну даже у этого третьего тира, у него есть своя особенность. Он отбрасывает шарики обратно. Без, ну, всегда. Потому что это второй тир по третьей прокачке. И, соответственно, он не дает керамическим шарикам проходить вперед. То есть, он, ну как написано, отбрасывает. Но на самом деле, по факту, он тормозит на одном месте шарики. И буквально чуть-чуть отбрасывает их обратно. Вот так вот. Не так, как друиды с нашими прекрасными ураганами. А вот, как видите, он просто чуть-чуть-чуть-чуть их обратно отбрасывает. Так, так, так. Я надеюсь, как у темного мастера, у него увеличится радиус атаки. И это поможет. Но, как видите, против керамики без плазмы он не самый босс. Он хорошо пробивает дирижабли. То есть, и вообще, этот четвертый тир, он лучший против ДДТ. То есть, просто нет никакой другой башни в игре. Не считая вот таких с раскаленными шапами фабрики, вот этой прокачки. Которая лучше всего пробивала бы ДДТ. Этот просто зверь. Фабрика номер один, а он номер два. Но, так как фабрику не так легко использовать в разных режимах игры. И нужно под нее конкретно подстраиваться и ставить ее в конце. То с супербзянкой немножечко больше гибкости. Она тоже очень дорогая, но гибкость у вас все-таки побольше. То вы можете с этим делом спокойно разобраться. Вот, сейчас я его прокачаю на темного мастера. И он будет эти бифбишки кокать на раз-два. Так, буквально чуть-чуть нам осталось. И бум. Вот, смотрите. Темный мастер прокачан. И бифбишки просто за секунды умирают. И он даже не пропускает их дальше. Все, отлично. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. И смотрите, какая у нас будет с вами тактика, друзья. Начнем вот отсюда. Что я здесь поставлю суперобезьянку. Просто, чтобы ее вместить. Потому что суперобезьяны очень много места занимают. И... Ммм... Нифига. Ну, ничего страшного. Эта суперобезьянка у нас пойдет вот так. И вот здесь плазма. Все, отлично. Она достает четко, где нам надо. Вот этот пацанчик будет всех дамажить вот тут. А вот этот уже будет наносить основной урон. Я, конечно, не уверен. Но с плазмой вот этот третьего тира наносит где-то одну... Ну, где-то две трети от того, что наносит вот этот пацанчик. И это важно. То есть он дальнобойный. Он просто себе там отстреливает, простреливает. А этот уже принимает на себя основной удар и пробивает всех вот здесь. Вот такая тема. Хорошо, хорошо. И мы сейчас копим на темного мастера. Как вы видите, в режиме как бы не лопнуть это очень-очень дорогой апгрейд. Он стоит 72 тысячи. Допустим, заставить это все дело технологическими террорами было бы гораздо проще. Но для чистоты эксперимента мы не будем использовать технологических терроров в этом видосе. Я буду играть только третьей линейкой суперобезьяны. Так как это видео именно посвящено данному тиру. Хорошо, хорошо. И как вы видите, он прорубает сквозь дирижабли на ура. И этот пацанчик уже не дает дирижаблям проходить дальше. Так, так, так. Бум, бум, бум. И они сейчас вдвоем вот здесь встретят их. И это будет бобо для дирижабликов. Хорошо, хорошо. И мне нужно немножечко больше денег, чтобы здесь прокачать темного мастера. Как только мы прокачаем темного мастера с плазмой, то дальше, чем вот до сюда, никто, никто не пройдет. Так, так, так. Отлично, мне нужно больше денег. И вот темный мастер с плазмой, это очень сильная башня. Она просто зверская. Вы сейчас увидите. Бум. Она режет абсолютно все, все башни в данной игре. Даже беды. Вот три таких штучки прорежут бед. Понимаете, друзья, насколько все люто? И вот здесь. Легенда о ночи у нас будет не тут. Легенда о ночи у нас будет вот здесь. И сейчас мы с вами начинаем на нее копить. Легенда о ночи. Легенда о ночи в режиме как бы не лопнуть. Это крайне дорогой апгрейд. Он значительно дороже, чем антишаровик. Он стоит 288 тысяч баксов. И поэтому мы с вами вкачали два банка. Отлично, отлично. Я не уверен, что мы без продажи всех банков сможем эти бабки накопить. Если вдруг вы не в состоянии накопить на легенду о ночи, то помните такую вещь, друзья, что вам нужно поставить... Просто добавить таких 2-0-4 тиров и поставить их в очень плотный сегмент. Так, вот этот пацанчик нам не очень нужен. Вот, допустим. И смотрите, как быстро грохнутся ддтшки. Офигеть. Отлично. Я думаю, что все-таки они правы. Нам нужно поставить еще пару банков пятого тира и ближе к сотому раунду уже накопить на это все дело. Так, так, так. Хорошо. Потому что мы и так, и так отобьем беда, но я хочу попробовать еще чуть больше пройти. Это не альтернативные раунды. И нам с вами понадобится меньше защиты. Потому что в альтернативных раундах на сотом раунде... Во-первых, там бед идет на 99-м раунде. И на 100-м раунде идет простой бед и потом еще укрепленный бед, друзья. Укрепленный бед в два раза прочнее, чем простой. Все, отлично. Они собрали свои доходы. И теперь у нас три банка. И теперь я напишу, скажу, что еще дальше делаем фермы. И нам нужно сейчас построить еще четвертый банк пятого тира. И смотрите, как быстро наш темный мастер пробивает эти дирижабли. Точнее, в два тернах мастера. Этот в два раза слабее, чем вот этот по урону. Серьезно, друзья. Намного слабее. Но, тем не менее, он все еще крут. Вот. И мы теперь, имея 36 тысяч баксов каждую минуту, копим бабло. И дальше мы с вами будем уже скоро вкачиваться. Так. Почему я здесь продал алхимика? Потому что этот алхимик и так запитывал достаточно. У нас всего две башни сейчас. И нам нет необходимости держать три алхимика тиров 4.0.2 на карте. Так. 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 Хорошо, хорошо. Мы опасному скидываем дальше. Сейчас все наши деньги идут вот в этот банк. И, друзья, с данной прокачкой суперобезьян мы забываем, что такое опасность от быстрых ДДТ. Потому что плазменный 2.04 суперобезьяныш пробивает их просто с легкостью. Ничто не сможет повредить данному пацанчику. Он любую ДДТ-шку просто аннигилирует. Даже вот сейчас, смотрите, целая куча зомайгатов. Но наши пацанчики их с легкостью пробьют. И это не...